Смотрите в выпуске. Новый батальон, салюты и текущие крыши. Главное с оперативки ради Хабирова. Пионеры, тикток и американская мечта. Башкирские депутаты обсудили патриотическое воспитание. Оперативное совещание в Центре управления Республикой ради Хабиров традиционно начало с подведения итогов минувшей недели. Глава Башкирия рассказал, что к нему с инициативой создания еще одного добровольческого батальона вышли ветераны воинских подразделений. Руководитель региона дал ряд поручений, чтобы поддержать их предложение. Мы такое решение приняли, безусловно. Мы формируем в результате третий батальон, добровольческий батальон. Будет он носить имя Салавата Вилаева. Я, Андрей Геннадьевич, вам уже поручение дал. Попросил, чтобы правительство взяло на себя и поддержку этого батальона. Мы людей отправляем на специальную военную операцию и они будут выполнять свой долг. Наша задача их поддержать. Значит, надо учесть в виду, что все они попадают под те меры поддержки, которые у нас есть в отношении мобилизованных, в отношении добровольцев. Поэтому здесь я прошу, соответственно, Министерство финансов отфиксировать эту задачу. Более того, Радий Хабиров напомнил коллегам об отказе от салютов во время празднования Дня народного единства. Он попросил сделать это, чтобы проявить уважение к тем, кто оказался на спецоперации. Мы договорились провести определенные мероприятия. Пожалуйста, торжественные мероприятия проводите без каких-то там, ну, всяких салютов и так далее. Ну, вы все уже знаете, уважаемые коллеги. Ну, отдайте дань уважения ветеранам, отдайте дань уважения межнациональным организациям, обществам, которые у вас есть и которые скрепляют наше единство. Разбирая тему открытой прямой линии с главой республики, Радий Хабиров вспомнил историю с давкой, которая произошла 30 октября на Олимпиаде в стенах Бажгу. Руководитель региона возмутило произошедшее, и он потребовал наказать виновных. Представляете, родители сидят где-нибудь у себя в Буздягском районе, так, там, собрались, как на праздник в Уфу поехали. Там ребятенок, значит, наверное, счастлив, он едет на этот конкурс. И тот хлоп его там, это вообще крайне безобразная история. И я прошу наказать виновных. Максим Васильевич Анатольевич, я прошу наказать виновных, чтобы неповадно бабки были. Продолжил оперативку доклад начальника управления по социальным коммуникациям Елены Прочаковской. Она рассказала, что количество обращений стало почти на 4000 больше, чем на прошлой неделе. Но на такой результат повлияла открытая линия. У нас тема дорог на первом месте 1422 обращения, плюс 723 – это больше всего прирост обращений. Мобилизация на втором месте, ЖКХ, благоустройство, социальное обслуживание замыкают топ-5 обращений. Всего 8456 обращений за прошлую неделю. Ну и понятно, что на 3845 обращений больше, чем за предыдущую. Заслушав доклад руководителя Минжикыха Ирины Головановой о работе по ремонту подъезда, глава республики потребовал обращать внимание на крыши домов. Он предложил даже увеличить бюджет на эти цели. Я помню, когда мы начинали, уж очень много у нас было претензий. И, видимо, сейчас все-таки научились скоординировать эту работу и слаженно работать. У меня вообще было желание. Мы не понимали, наверное, объемы этой работы, откровенно признаюсь. Но нам еще во дворах еще столько наводить порядок, что надо туда деньги увеличить. Давайте подумаем, как. Учтите, вот как в поручении тоже учет, конечно, по крышам. Надо либо та же сумму 100 миллионов заложить, получится больше, хорошо. Но вот планомерно тоже делать, особенно где крыши. Потому что все остальное, подчеркиваю, не имеет смысла, если крыши нет. Подводя итоги совещания, Радий Хабиров напомнил военному комиссару республики о важности заботах о мобилизованных добровольцах, их семьях и о тех, кто вернулся со спецоперации. Здесь главная задача состоит в реабилитации и социализации. Дмитрий Исенников, телеканал ЮТВ. Они готовы считаться с нашей страной как аграрно-сырьевым придатком той экономики, которая сформирована, которая развивается в западных странах. Такими словами председатель Курултая Башкирии Константин Толкачев начал обсуждение патриотического воспитания молодежи в регионе. По его мнению, сейчас молодежь стремится не к патриотизму, а к американской мечте. Депутат Раиля Садулин заявил, что патриотическая тематика должна охватить деятельность всех жителей страны. А министр образования Башкирии Айбулат Хажин рассказал, как происходит воспитание молодежи сейчас. Мы должны совместно противостоять всем фейкам, всей той дезинформации, которая из различных источников течет в уши наших детей. Очень важна слаженная идеологическая работа, нужно разговаривать со школьниками, с молодежью, отвечать на их вопросы, ну и в свою очередь, конечно же, оказывать методическую помощь нашим педагогам. Благодаря совместной работе и педагогического сообщества, и родителей, и органов власти складывается достаточно эффективная система гражданского воспитания. Но сейчас необходимо сделать усилия по формированию уже такой же слаженной системы по патриотическому воспитанию. И приоритетной задачей здесь должны стать общенациональные российские ценности, и единство, и преемственность образовательного процесса на всех уровнях образования во всех субъектах Российской Федерации. Чтобы вернуть молодежь в правильное русло, депутаты заговорили о пионерах. Но не об организации в целом, а о том, какого цвета галстуки будут завязывать ребятам. Пожелание Министерства образования, чтобы по согласованию с родителями, с детьми, тоже принимали наряду с пионерами трех цветов нашего государственного флага и красных галстучников. Ваше пожелание мы, конечно, просмотрим, проработаем. С родителями вот к нам таких просьб не было до этого, поэтому возьмем в работу. От пионерии перешли к более простым и понятным вещам. Как реализовать патриотическое воспитание через конкурсы, форумы и гранты? Работа по гражданско-патриотическому воспитанию сегодня ведется через развитие направлений, которые наиболее интересны современной молодежи. Это вовлечение в творчество, молодежные форумы, гранты, вовлечение в деятельность молодежных организаций, движений и добровольчество. Популяризация этих направлений позволяет формировать патриотическое сознание через практикоориентированный подход и воспитывать настоящих патриотов, которые хотят жить и развиваться в своей стране. Самая больная для спикеров тема – это онлайн-жизнь подростков. Здесь слово взяла советник директора по воспитательной работе одной из уфимских гимназий. Взгляд на тему новым не оказался. По ее мнению, в соцсетях подростки потребляют деструктивный контент, и за этим должны следить взрослые. В советник директора по воспитанию и работе с детскими и общественными объединениями – это новая должность в российских школах, и на данный момент мы только разрабатываем и осознаем модель воспитания, перед которой мы стоим, которую нам поставили как задачу. Кроме деструктивных групп, появились группы, подменивающие понятие чести, чем можно хвалиться, от чего стоит стыдиться. И это уже не деструктив, это как раз-таки навязывание тех или иных ценностей или их размытия. К таким формам выражения и социализации выступил сейчас ТикТок. Для большинства представителей подрастающего поколения он становится нормой поведения, то, что он транслирует там. Подросткам становится свойственно клиповое мышление, все вокруг воспринимается не целостно, а фрагментально, как череда несвязанных между собой частей и идеи, не несущей никакой идеи, кроме как развлечь или шокировать. Именно в ней появились ролики, агитирующие выходить детей на митинги, относить себя к сообществу экстремального характера. По мнению спикеров в Башкирии, стоит создать сообщество блогеров, которые будут транслировать правильный контент вместо деструктивного. Но такой конкретики было немного. Единственный вопрос депутата Рустема Саматова о разработке методической программы для кадетских классов замяли и попросили отложить для будущих обсуждений. В итоге, после трех часов выступлений, спикерам пообещали, что над их идеями будут работать дальше. Редактор субтитров А.Семкин